Гродненские пограничники задержали четырех нарушителей границы. Сначала двух граждан Турции, затем двух граждан Российской Федерации. В первом случае неизвестные пытались нарушить границу из Беларуси в Польшу. Как выяснилось, за несколько дней до инцидента граждане Турции уже были депортированы из Украины, где мужчины пытались незаконно пересечь украинско-польскую границу. Чуть позже, также в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы, закончилось нелегальное путешествие еще двух нарушителей. На этот раз граждан России. В ходе предварительного разбирательства установлено, что один из задержанных направлялся в страны Евросоюза с целью поиска лучших условий жизни. Второй нарушитель, уроженец Чечни, незаконно следовал во Францию к родственникам, но был задержан пограничниками вблизи населенного пункта Привалка Гродненского района. При себе имел сменные вещи, паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, планшет, мобильный телефон, банковские карты и продукты питания. Граждане Турции уже привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы, а также за нарушение пограничного режима. Мужчинам запрещено посещать Беларусь до 2023 года. До момента депортации они будут находиться в изоляторе временного содержания пограничной группы. В отношении же задержанных граждан Российской Федерации ведутся проверочные мероприятия. Согласно действующего белорусского законодательства, их ожидает внушительный штраф до 100 базовых величин и депортация из Республики Беларусь на срок до 5 лет. К слову, в 2018 году гродненскими пограничниками уже пресечено 14 попыток незаконного пересечения границы нелегалами. Задержаны 26 человек. В целом география нарушителей достаточно велика. Наиболее часто в изоляторе временного содержания гродненской пограничной группы в текущем году гостят граждане Вьетнама, России и Индии.